Ко Дню Героев Отечества в Санкт-Петербурге состоялось открытие всероссийского кинопоказа фильмов-лауреатов молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». Этот проект организован Фондом социальной поддержки населения «Мост Поколений». Более чем в ста населенных пунктах по всей стране будут показаны киноработы молодых режиссеров, посвященные теме героев Великой Отечественной войны. Курсанты морского технического техникума. Рано или поздно многие из них отправятся в плавание, будут ходить по морям и океанам, как говорится. Большинство из них решили пойти по стопам отцов и дедов, стать моряками. А у кого-то нет личного примера перед глазами. Им стал Павел Иванович Семенов. Встреча с живой легендой состоялась накануне Дня Героев Отечества. Памятная дата, которая создана для того, чтобы помнить о тех героях, благодаря которым сегодня жива наша страна. Мы в старшей курсе. Очень интересно послушать наставления легенды, так как мы уже в конце февраля, большинство из нас уходит в море на долгий срок. Долгую жизнь прожил Павел Иванович. Ему 90. Прямая осанка, живая мысль считает стихотворение собственного сочинения. На таких равняться надо. В те страшные во всех смыслах военные годы, вспоминает Павел Семенов, верить было запрещено. Несмотря на это... Но все же молитва есть молитвой. Так как говорят, что это ладно, все вот это дело. Нет, когда бои страшные идут, сильные, даже командиры, генералы и адмиралы крещутся, чтобы это было. Это помогает, помогает. Встреча с героем войны состоялась в рамках всероссийского кинопоказа, фильмов, лауреатов, молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». Перед личной беседой с ветераном был показан документальный фильм о нем «Торпедист Семенов. Гроза и молния морей». Это уникальный человек. Это человек, с которого завояли памятник. Таких героев среди нас, к сожалению, все меньше и меньше становится. И то, что нам удалось с ним пообщаться, и мало того, что-то записать, сохранить какую-то память. Это большое счастье для нас. И, надеюсь, зрители тоже оценят то, что вот такой воин, который сражался за нашу нынешнюю свободу и благополучие, сейчас перед ними на экране, а вот сегодня на этом мероприятии вживую перед ними. Именно этот «Перерыв на кино» отличался от других показов тем, что во время встречи курсантов и ветеранов велась всероссийская веб-трансляция. В ней приняли участие разные города России, от Сахалина до Москвы. Это возможность уникальная, пообщаться с этим ныне живущим и здравствующим ветераном всей стране. Поскольку, к сожалению, ветераны уходят, их все меньше и меньше. Далеко не в каждом городе в принципе можно, особенно, что касается центральной части России, ближе к востоку, на крайнем севере. Далеко не в каждом городе сейчас в принципе есть возможность пообщаться с такими вот людьми. А тут мы общаемся, мы даем возможность задать вопрос в прямом эфире и получить ответ. Это уже второй всероссийский кинопоказ. Первый состоялся в сентябре. Он был посвящен теме блокады. Следующий состоится в конце февраля, ко Дню Защитника Отечества. А завершится всероссийская серия показ в День Победы.